Сын и Святаго Духа, аминь. Искворение Святаго Иоанна Затауста, толкование на Святой Евангелие от Иоанна. Воспрянем возлюбленное, отложим порочную одежду, разорвем, рассечем ее, сделаемся когда-нибудь свободной, истинной свободой и усвоим в себе чувство достоинства, данного нам от Бога. Пренебрежем славой у толпы, нет ничего столь смешного и унизительного, как эта страсть. Ничто столь непреисполнно стыда и бесславие. Всякий может видеть, что желание славы во многих отношениях есть в бесславии, и что истинная слава состоит в том, чтобы презирать славу, считать ее за ничто, а все делать и говорить только в угождение Богу. Таким образом, сможем мы и награду получить от того, кто видит все наши дела в точности, если только будем довольствоваться этим одним зрителем их. Да и какая нужда нам в других глазах, когда видит наши дела именно тот, кто будет и судить их. Как это не сообразно! Раб, что не делает, все делает в угождении Господину, не ищет ничего более, как только его внимание, не хочет привлекать на свои дела ничьих чужих взоров, хотя бы зрителями тут были и важные люди. Но только то одно имеет в виду, чтобы видел его Господин. А мы, имея столь великого над собой Господа, ищем других зрителей, которые не могут принести нам никакой пользы, а могут только своими взглядами повредить нам и сделать всякий труд наш напрасным. Да не будет этого, умоляю вас. Но от кого мы имеем получить награды, того будем признавать и зрителям, и прославителям наших дел. Не будем ни в чем полагаться на глаза человеческие. А если бы мы захотели достигнуть славы и между людьми, то получим ее тогда, когда будем искать единая слава от Бога. Сказано, прославляющих меня прославлю. И как богатством мы тогда особенно обилуем, когда презираем его и ищем богатство только от Бога, потому что сказано, ищите прежде Царствия Божия, и все себе приложится вам. Так и в отношении к славе. Когда уже безопасны будут для нас и богатство, и слава, тогда Бог и подаст нам их в изобилии. Но этот дар бывает безопасен тогда, когда не владевает нами, не покоряет нас себе, не обладает нами, как рабами, но остается в нашей власти, как у Господ и свободных. Для того-то Бог и не позволяет нам любить богатство и славу, чтобы они не владевали нами. А когда мы достигнем такого совершенства, то Он и подаст нам их с великою щедростью. Кто, скажи мне, славнее Павла, который говорил, не ищем славы от человеков, кто счастливее ничего не имеющего и всем владеющего. Когда мы, как я выше сказал, не будем покоряться владычеству их, богатству и славы, тогда и будем ими обладать, тогда их и получим. Итак, если мы желаем получить славу, будем бегать славы. Таким образом, исполнив законы Божии, сможем мы получить и здешнее, и обетованное благо, благодатью Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь. Благи, благи.